находимся в деревне ремесленников из местного камыша делают корзинки вместо пластика экологически не загрязняет природу для гринпис для фруктов для овощей вдоль падмы растет камыш которые срезают тут вот такие корзинки до пяти лет срок службы такой натуральной корзинки интересная посуда симпатичная 50 и 100 вся деревня пришла посмотреть на нас это как все семьи, они знают как это сделать сколько семьи живут здесь? 200 200 семьи живут здесь? 200 семьи и занимаются этим ремеслом вот таким образом вручную изготавливаются эти корзинки из натурального материала 200 семей здесь живут так вот плетут кропотливая работа подносят материал подносят материал 1,5 часа полтора часа уходит на одну корзинку? 1,5 часа да, кропотливый труд только женщины только вумен да? плетут только женщины а камыш добывают наверное мужчины только мужчины камыш добывают вот такой бенгальский быт 200 семей зарабатывают тем что плетут корзинки мужики собирают камыш вдоль реки женщины плетут корзинки и проводят экскурсии фуража полтора часа на корзинку экологически чистая экологически чистая интересно, долетит она? легенькая легкая да долетит конечно в самолете ты имеешь? да надо брать вот такое вот занятие чтобы не обидеть местное население приобрели себе такую корзинку за 50 тк ручного производства очень добродушные приветливые приятно здесь находиться местные быт и жизнь в Бангладеш все зарабатывают как могут здесь же они живут в Бангладеш тростник растет их домики из металлочерепицы эпичная деревня детки семьи все улыбаются добродушные миссионерская школа здесь а и девочки и мальчики в одной школе в Бангладеш время на масса все скупились идем изучать местные достопримечательности дальше дальше интересней погнали в Бангладеш возвращаемся с бенгальской деревни еще немножко быта своеобразного живут вот так люди а мы еще в России жалуемся тут же козочки вот он строительный материал в Бангладеш очень мягкий а также сейчас какие-то наши самые а все мы